Благословите, братья друг друга, сёстры, присаживайтесь. Слава Господу! Слава Богу! Слава Иисусу за сегодняшний день! Аминь! Сегодня Бог по-особенному посещает нас, потому что Его желание, чтобы мы были вместе. Любой отец хочет, чтобы его дети собрались вместе. Аминь! А Он наш отец. Слава Господу! Есть у нас гости, давайте поприветствуем наших гостей. Кто у нас в гостях, пожалуйста, поприветствуем. Приветствуем. Неужели мы такие гостеприимные, или мы можем получше? О, вот это другой вопрос. Костя, мы вас приветствуем. Слава Господу, что мы можем послужить вас. Сегодня я хочу спросить, задать один вопрос. Получили ли кто-нибудь разочарование в своей жизни? Слава Господу! Значит, послушайте меня. Знаете, очень часто, когда мы получаем разочарование, очень часто, когда мы получаем разочарование, что мы делаем? Знаете, в чем наша ошибка? Мы начинаем искать причину в других везде. Мы начинаем того обвинять, того, вот он, тот, третий обстоятельства. Но Бог, знаете, что хочет? Чтобы мы посмотрели на свою жизнь. Почему? Что за причина? Почему я получил разочарование? Что, куда я стремился? Что я ожидал от Господа? Что я ожидал от человека? Что я вообще хотел? Почему пришло в итоге разочарование? С одной стороны, хорошо, когда мы разочаровываемся. Это правильно, потому что как только мы разочаровываемся, мы теряем всякую надежду, и мы только понимаем одно, Господи, осталось только Ты. Мы, вот теперь я могу к Тебе обратиться. Теперь я буду, ну, как бы, теперь я пойду в церковь. Я уже года два не хожу, потому что я думал, у меня получится без Бога. Но я понял, что у меня одни сплошные разочарования, провали. Ладно, Господь, что Ты хочешь от меня? Расскажи мне, а Господь говорит, а иногда мальчит. Вот удивительно. Ты получил полное разочарование. Ты не знаешь, куда идти. Ну, и ты идешь к Богу. Ты идешь к Богу, потому что обстоятельства очень тесные. Абсолютно невозможно ничего делать, ну, все. Полный провал. И ты идешь к Богу, а Бог мальчит. Бывало такое? Ты говоришь, Господь, как? Я же к Тебе пришел. Почему Ты мальчишь? Ну, давайте прочитаем одну интересную историю, и поймем причину его разочарования. Поймем, почему Бог допустил это в жизни этого царя. Почему? Давайте откроем Первое царство, 28 главу. После того, как умер Самуиль, дела пошли по-другому. И знаете, давайте с 4 стиха. И собрались филистимляне, и пошли, и стали... Давайте я здесь прочитаю. И собрались филистимляне, и пошли, стали станом саномы, санамы. Собрали Саул, весь народ израильский, и стал станом на Галвуе. И увидел Саул, стан филистимский, и испугался. И крепко дрогнуло сердце его. Представляете состояние царя? Сколько войск, у него есть войска, у других есть филистимлян, но у него написано, крепко сердце сдрогнуло. То есть он понял полное поражение. И дальше, посмотрите. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему. Ни во сне, ни через Урим, кто учился в библейской школе, я объяснял. Помните, что такое Урим и Тумим? Урим – это такие пальчики, которые кидают, и там должно совпасть оба. Ни через Урим, ни через пророков. То есть, помните, у Саула была школа пророков. То есть, ни один Саул был пророком. Там были многие пророки. Там были пророки, которые пророчествовали, которые говорили, они ходили рядом с царем, они были близкие царя, они были слугами царя, потому что царь делал все, что хотел. Он был царем. И знаете, что интересно? Бог не отвечает, он не знает, что делать теперь. Вот посмотрите, его ход такой. Тогда Саул сказал слугам своим, «Соищите меня, женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ей». И отвечали ему слуги его. Здесь, в Анадоре, есть женщина-волшебница. Посмотрите. Саул шел перед Богом. Он царь. Знаете, братья и сестры, Бог сделал нас царями и священниками. Раньше цари искали священников, а сегодня царь и священник являешься ты сам для себя. Ты царь перед Господом, священник перед Господом. Ты стоишь перед Богом. Все ответы сегодня внутри каждого из нас. Просто нам нужно научиться черпать эти ответы внутри нас и не разочароваться. Причина разочарования – это нераскаянное сердце. Почему Бог не отвечал ему? Почему он начал искать другие пути? Потому что нигде не написано, что хотя бы один раз Саул сказал бы Богу, «Прости меня, Боже». Мы, знаете, мы живем, 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 живем и думаем, всегда будет все вот так хорошо. Но приходит время, написано в притчах, если пришла беда и оказалась слаба твоя сила, то бедна тогда твоя сила. То есть мы двигаемся в Господе, мы идем, мы все верующие, у нас есть одна цель – попасть в небеса. И для этого мы делаем все. Мы прощаем, мы двигаемся, мы делаем добрые дела, мы какие-то вещи оставляли ради Христа и оставляем, и будем оставлять, но мы забываем одно – наше отношение какое с ним. Мы из-за занятости, представляете, вот любой директор, у него есть свои рабочие, да, и они каждый день отчитываются с ним. Они приходят туда и говорят, и получают новые задания. Они приходят к своему начальнику, отчитываются и получают новые задания. То есть у них есть определение, у них есть цель, и они двигаются по сердцу своему начальнику, и начальник за это им оплачивает. Бог нам дал определенное действие, которое мы должны делать на этой земле, чтобы не разочароваться в итоге, братья и сестры. Я видел многих христиан, я общался, ну, я когда выхожу проповедовать Евангелие или общаться с людьми, я встречаюсь павших христиан, которые пьют, курят, упали хуже, было, чем было раньше. Почему? Я с ними общаюсь, еще не было одного ответа, который было бы, неразочарованность. Я разочаровался. Я говорю, а почему? А в чем причина? Я думал, что пастор он такой, а потом разочаровался. Я думал, что прославление – это самое лучшее из нашей церкви, а потом понял, что это не так. И разочаровался. Знаете почему? Человек не заботится, иметь отношение с Богом. С прославлением дальше не уедешь. С пастором, может, дальше. Ну, представляете, сейчас я проповедую, и Бог заберет меня. Кто-нибудь здесь останется, нет? Все останемся. Вот это и правильно. Правильная церковь, которая зависит не от пастора, а от Христа. Но, есть всегда везде свои правила, свои правила и еще что-то хотел сказать, но не нашел. Законы, нет, не законы, но порядок свой. Понимаете, я вот удивляюсь, я иногда, когда я только покаялся, я никогда в моей жизни, когда я покаялся, никогда в моей жизни не думал, что я когда-нибудь буду служить Господу. Я никогда в моей жизни не думал, что я буду пастором. Я вообще об этом не думал. Вообще в моих планах этого не было. А что было в моих планах? Первое. Я всем сердцем искренне полюбил Бога. Второе. Я никогда не делаю ничего, что нарушает мое отношение с моим Богом. А оно все протекает как надо. Потому что Бог знает. Понимаете, Бог написано с искренним. С искренним. Братья и сестры, с искренним Бог поступает искренне. А с лукавым по лукавству Его. Вы знаете, я сейчас не думаю, что я чего-то достиг. Абсолютно я об этом не думаю. Я опять-таки продолжаю любить моего Бога и искренне, искренне поднимать мои глаза к Нему, чтобы Он увидел, что я с Ним. Остальное я не знаю. Вот знаете, я на эту неделю, когда был в Дагомесе, служил, я смотрю, просто люди умеют так красиво проповедовать. Решил на эту неделю красиво проповедовать. Я с понедельника начал писать проповедь. Я во вторник уже порвал эту проповедь. Я начал писать в среду проповедь. Я и это помял, выкинул. Я писал всю неделю проповедь, и утром Бог мне говорит, у нас будет другая тема. Но не получается у меня так. Я просто, я просто, я не знаю, я просто хочу, чтобы вы не получили разочарование. А чтобы не получиться разочарование, надо строить отношения с Иисусом. Когда у меня хорошо отношение с моим Иисусом, у меня будет хорошо с Мишей отношение. У меня никогда с Мишей не будет плохое отношение. Почему? Потому что у меня хорошее отношение с Иисусом. Почему? Потому что я, когда прихожу в Его предыдущие, Мне радостно, мне Он наполняет, я никогда не получу разочарования, потому что я перед Богом стою и говорю, Господи, я ничего не знаю, наполни меня, Ты наполни меня Твоим Духом, я в Тебе нуждаюсь. Я сегодня не приехал сюда петь песни, братья и сестры, я сегодня не приехал сюда проповедовать, я сегодня приехал сюда встретиться с самим живым Господом, я больше всех вас нуждаюсь в Его присутствии, я больше всех вас нуждаюсь в Его любви, я каждую минуту, такой секунды нету, чтобы я не нуждался в Его любви. Как я получу разочарование? Бог никогда меня не разочарует, никогда, Слово Божие меня никогда не разочарует, муж, жена, дети, все могут меня разочаровать, но Бог никогда. Знаете, в себе разочароваться хорошо, главное не разочароваться в вере, вот это опасность, даже и то, если ты разочаровался, то ты проверь свои ценности, проверь, куда ты стремишься, вот сегодня у нас хлебопреломление, вы думали сегодня о теле Христовом, вы запереживали о том, какой путь проходит церковь, какие нужды есть в церкви, это же очень важно. И потом, мотивы сердца, с каким сердцем мы это делаем, для чего я это делаю, что я ожидаю. Вот знаете, что приходит время, когда отец или мать неправильно ожидают от детей, они и в них получают разочарование, потому что неправильное ожидание было, неправильное было ожидание отдачи, неправильно это все было. Муж может разочароваться в жене, жена может разочароваться в муже. Почему? А что ты ожидал? Что ты ожидал? Вы поймите, вот он выгнал всех, да, и Даша говорит, что он пришел, нашли, пришел и одел другие одежды совсем. Это очень важная история, очень научающаяся история. Бог не отвечает, он думает, кого, где, куда, может где-то Бог ответит, но не говорит. Пророки, пожалуйста, друзья, слуги мои, дайте мне отдельную комнату, я хочу исправить мои пути перед Богом. Я хочу покаяться, я хочу просить Господа, чтобы Он восстановил мое отношение с Ним, тогда Он ответит меня. И Он по старой привычке, мне нужен Самуиль, мне нужен Самуиль, не знаю. Когда Самуиль поднимается, говорит, что ты меня тревожишь? У тебя есть место, куда надо идти тебя, не тревожь меня, а оставьте всех тех, которых вы тревожите, оставьте тех людей, оставьте вообще эти проблемы, оставьте вообще то, что вам мешает, подойди к Богу. Придите к Нему, придите к Богу и искренне покайтесь перед Ним, и вы ощутите Его присутствие. Он написано, что Бог в нерукотворных храмах живет, дьяния святых апостолов, Бог в нерукотворных храмах живет. Бог сам дает жизнь, Бог сам ищет с нами общение. Он ни в чем не нуждается, это мы нуждаемся в Нем. Он дает нам эту жизнь, которую мы сегодня имеем. Но когда мы приходим к Нему, приходящего ко мне не изгоню вон, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Саул, ты куда идешь? Ты же смертный приговор свой подписываешь. Придите ко мне, говорит, я успокою вас. Халлилуйя! Я не знаю, как вы, но когда я вот сегодня утром прочитал, представляете, я уже вчера написал кучу местописаний, наверное, штук 10. Я думаю, Господи, ну как так? Вот, ну, вижу, что сердце не идет. То просто это не моя проповедь. Сердце не идет, и все. Я утром сегодня встал, а название-то уже есть. Я понимаю, что надо про разочарование говорить. Но я не понимаю, каким образом это, чтобы мы понимали, что разочарование мы всегда получим. Но мы должны понять, для чего мы это получили. Что мы ожидали, что получили разочарование. В чем суть? Почему? Почему я получил вот здесь, вот здесь, в этой сфере, в этой сфере, в этой сфере разочарование? Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы были зависимы только от Него. Он хочет показать, что ты сделаешь год, два, три, пять, ты будешь делать, 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 но в итоге ты получишь разочарование. Почему? Кто не со мной собирает, тот расточает. Халлилуйя! Знаете, я помню одно свидетельство. Он говорит, что хочет Бог вообще от нас? Это свидетельство мне очень сильно нравится. Я долгие годы слышал, это мне помогает. Один брат рассказывал, говорит, я познакомился на улице с одной девочкой, и оказалась она баптисткой. И говорит, я начал ходить в эту баптистскую церковь, потому что эта девушка туда ходила. Я не знал Бога, говорит, я ходил ради этой девочки туда. Я даже, говорит, пошел петь в хоре, потому что она пела в хоре. Я стою, говорит, пою в хоре, но сам не знаю, кому пою и для чего пою. Моя задача была ее привлечь, чтобы она в итоге была, она, конечно, стала ее женой потом. Но знаете, что интересно? Что я хочу до вас донести? В чем? И потом он говорит, я потом потихонечку смотрю, она вообще никакая реакция, ничего. И я получил, говорит, разочарование. И думаю, наверное, не получится. И я, говорит, стоял, я уже в этот день не в хоре пел, я, говорит, стоял возле дверей, так, ну, равнодушно слушал все это. И вдруг, вот как я хочу, чтобы этот вдруг был в каждом жизни. И вдруг, говорит, я внутри себя понял, я грешник. Знаете, многие сегодня в церкви, они идут, поклоняются Богу, но они не думают, что они грешники. Вот почему не происходит рождение свища. Рождение свища получают те, которые разочаровались в своей жизни, в своих грехах. И они знают, что они грешники. И тогда Бог им нужен. Иисус сказал, я не пришел призвать к покаянию здоровым. Я пришел призвать к покаянию больным людям. Люди, которые больны грехом. И он говорит, я держался за косяки дверей. И когда я сказал, Господи, прости меня, я грешник, тогда, говорит, Дух Святой сошел на меня. Я стоял на колене, я рыдал и говорил, прости меня, Христос. Ты самое главное в моей жизни. С этого дня я мою жизнь посвящаю Тебе. Мне не нужно ничего, ни хор, ни эта девушка. Никто мне не нужен. Мне нужен Ты, Господь. Потому что я сегодня увидел, что я без тебя погибший грешник. Вот что многим из нашей церкви не хватает, чтобы увидеть себя погибшим грешником. Чтобы покаяться искренне перед Богом. Чтобы произошел вот этот переворот в жизни. Когда тебя не уговаривают идти в церковь, на молитвенную, отдать десятину, жертвовать. Но ты ярко горишь для Господа, понимая, что это и есть твоя судьба и твоя жизнь. Халлилуйя. Халлилуйя. Одна женщина помолилась Богу и сказала, Господь, я так хочу, чтобы Ты пришел в мой дом. Я так хочу, чтобы Ты поговорил со мной. Иисус ей говорит, я завтра приду в твой дом. Жди меня, завтра я приду в твой дом. Она утром встает, все моет, стирает, печет пироги. Все готовит, готовится к встрече с Иисусом. И вдруг стучат двери. Многие, наверное, знают эту историю. И вдруг стучат дверь. Одна нуждавшая женщина говорит, пожалуйста, дайте мне кусок хлеба. Иди, 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 иди. Некогда я Иисуса жду. Второй, третий, четвертый. Нуждавшиеся идут, и она всех выгоняет. Говорит, иди, 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 я Иисуса жду. Время уже поздно, и она получила разочарование. Но она не спросила, почему? Она просто сказала, Иисус, ты меня обманул. И вдруг Иисус заговорили, сказал, нет, я тебя не обманул. Говорит, как, ты же не пришел. Говорит, кто тебе сказал? А вот девушка пришла, хлеб попросила. А вот то, вот то, вот третье, вот четвертое. Это же я приходил к тебе. Вот как мы хочем, чтобы Иисус пристал здесь и сказал, вот я Иисус, положите руки ваши в раны мои, посмотрите на Бог мой. А вот то, что нуждаясь, то, что люди нуждаются, то, что твой брат, сестра сидит рядом, это же и есть Иисус. Я помню, когда однажды мне один человек сказал, что, слушай, Иисус, который живет внутри меня, передает привет твоему Иисусу, который живет внутри тебя. Вот так вы должны понимать, в нем живет Христос. Вот его глаза, это зеркало души, в его душе Иисус. Я когда смотрю на него, я смотрю на Иисуса, человека, которого возлюбил Иисус, отдал свою жизнь за этого человека. «Ой, я заразочарован, не трогайте меня, я уйду!» Иакова, 4 глава, со 2 стиха. Знаете что, я не хочу, чтобы вы ушли отсюда с такой пышностью, что мне такие помазания. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда в очень сильно нуждавшемся Христа Иисуса. Чтобы вы вышли из дверей этой здания и сказали, Иисус, я сегодня больше нуждаюсь в Тебя, чем перед этой собранием. Я сегодня вообще очень-очень нуждаюсь в Тебе. 4.2. Желайте, и не имейте. Убивайте, и завыдуйте. И не можете достигнуть. Прибирайтесь, и враждуйте, и не имейте, потому что не просите. Первое желание, второе просьба. Просите, и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделения. Я могу проповедь закончить или продолжить? Я думаю, здесь вы скажете, все, пастор, хватит. Заканчивай проповедь. Господи, аллилуйя! Вы знаете, как манипулируют этим люди? Если ты мне не дашь, я тебе тоже не дам. Если ты мне не сделаешь, вот когда ты мне сделаешь, о, Господи, а что я должен делать? Подскажите мне, пожалуйста. Я и так делаю. Но для этого хочу прочитать одно место. Лука 6 глава, 32-34. И если любите любящих вас, может, на этом стихе остановимся? Как раз будет много времени, у нас сегодня братское, будем готовиться. У нас сегодня на братское очень интересная тема. Священники Нового Царства, Нового Завета, о, Нового Царства, а, еще хлебопреломление. Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Вот удивительно, да, вот. Обычно муж и жена оба любят друг друга. А если, например, один из них не любит? Удивительно, да? Такого не может быть. Как это так? Или брат, или сын, или дочь. Как понять эти стихи, Господь? Я не знаю. Братья и сестры, я тоже не знаю. Давайте вместе разберем это. Какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Вы еще со мной? Нет? Вы здесь? Вы будете поддержать меня в этом? Да? Будем меняться, нет? О, Господи! Это моя подруга, не трогай. Это мой друг. Хорошо иметь подруг и друзей. А дальше что? Это же так же делает этот мир. Чем мы тогда отличаемся, братья и сестры? Но давайте посмотрим дальше. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Есть такой фильм. Я тебе, ты мне. Вот этот принцип работает в жизни человека. Я тебе, ты мне. Ты меня подвез, я завтра тебе подвезу. А если ты меня никогда не подвез, я тебя тоже не подвезу. Иди езжай с теми, с кем ты едешь. Или там это, то, третье, четвертое, пятое, шестое. Вы сами подумайте. А я до сих пор думаю. Я вам серьезно говорю. Да, этот стих сегодня прочитал в освете этого. Я очень многое понял. Посмотрите. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно. Вау, мама родная. Тут мы скажем, да лучше не давать. У тебя деньги есть? Ты можешь занять мне пять рублей? Нету, нету, нету. У меня никогда не было денег и вообще не будет. Вообще ко мне не подходите. Я никому займы не даю. Это грех займы отдавать. Какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же от грешников. Ой, братья и сестры, мне тяжело уже проповедовать. Дух Святой, помоги. Интересно, знаете что? Когда ты начинаешь задумываться над словами Христа, ты в некий момент получаешь разочарование. Как однажды апостоли сказали, Господь, если такое требование, то лучше человеку не жениться. Если такие требования... Один брат недавно написал, что он хочет семью, хочет уют, хочет с женой радоваться, прыгать, скакать, бегать. Я говорю, хорошо. Это не вредно, хотеть не вредно. Но ты подумал хорошо? Ведь это не просто так мы поженились. Получишь свое время разочарование. Как ты будешь поступать после того, как получишь разочарование? Брат мой, сестра моя, как ты будешь поступать, когда ты получишь разочарование в прославлении? Когда ты получишь разочарование в пастыре Куда ты пойдешь? К гадалкам? Куда ты пойдешь? К тем, которые в церкви гадают? Есть же гадалки, гадатели в церкви Они всегда ищут людей, чтобы на них гадать Куда ты пойдешь? К Богу, который даст ответ тебе Исправить отношения с Богом Знаете, причина разочарования Причина всех разочарований Это неоправдавшее ожидание Причина всех разочарований Это неоправдавшее ожидание Что ты ждешь? Милости жду Что ты ждешь? Прощения жду В этом ты никогда не получишь разочарования Вы знаете Однажды один человек пришел опять к баптистам Я что-то начал баптистов много изучать Ну, есть добрый пример просто Во время проповеди заходит один молодой человек И Дух Святой касается Он рождается свыше Он принимает Иисуса Христа в свое сердце Пастор зовет вперед и спрашивает Молодой человек, вы приняли Иисуса Христа Что вы хотите от Него? Что вы хотите? Он говорит, церковь хочу Церковь хочу Он говорит, ну хорошо, начни ходить И на следующее воскресенье его нету Месяц его нету Через месяц он приходит И говорит И он говорит, проповедник говорит Я смотрел Прежде чем это рассказать Он встречается с другом И достает клочок от бумажки И говорит Эта бумага так важна в моей жизни Это история одного молодого человека Который пришел первый раз в нашу церковь И знаете что? Он видит его и говорит И вспоминает Говорит, вот молодой человек Это же месяц его не было Он пришел Он потом зовет И он подходит и говорит А где вы были? Месяц вас не было Что вы хотите? Говорит, церковь хочу А где вы были? Говорит, я вас сюда когда вышел Я не пошел ни домой Ни к родным, ни к близким Я пошел в пещеру Где река Я пошел в эту пещеру И начал искать Бога И начал говорить ему такие слова Господи, если это ты меня помазал Если ты меня избрал Как сказано в церкви Если ты даровал мне Духа Святого Если ты даровал мне это помазание То скажи меня Я помазан тобою или нет? 21 день я остался в этой пещере Пока Бог мне не сказал Я помазал тебя И когда ты будешь молиться Когда ты будешь возлагать руки на больных Они будут исселяться Однажды один царь просил мудрости у Господа И он сказал Из-за того, что ты просил мудрости А не богатство И что-то другое Я, а ты будешь мудрее всех И я тебе дам все И он говорит Ну теперь что ты хочешь? Говорит, церковь хочу Церковь хочу Церковь хочу Говорит, потому что то время Наша церковь была Несколько человек И мы просто Пели песни красивее И больше ничего И я ему сказал Скоро будет у нас собрание старейшин Я поговорю о тебе с ними И епископ того времени Этой церкви сказал Слушай, это ненормальный молодой человек Ты от него не отделаешься У нас, говорит, есть в одном хуторке Пять человек в церкви Они уже давно разочаровались И в себе, и в Бога, и в церкви Вот отправь туда Пусть он тоже разочаруется И они скоро перестанут К нему вообще ходить И он приходит, говорит Слушай, ну вот поговорили Мы тебе дадим церковь Он, аллилуйя У тебя будет церковь Вот в этом станице В этой церкви, правда, мало людей Он говорит, а мне не важно Дай мне церковь Говорит, знаете Через год Это была самая большая церковь В нашем округе Люди там ожили Люди там двинулись А та церковушка Где искали нормальных людей Так и остались ненормальными до конца Почему? Главное, что горит в нашем сердце Мы, когда Христос Внутри нас, как огонь, горит Мы никогда в нем не получим разочарования Мы никогда в своей вере Не получим разочарования Если хор не так поет Я стану рядом с хором Буду поднимать их руки И благословлять Я пойду 21 день пост И буду молиться за них А не судить их Потому что каким судом будешь судить Такими будешь осужден Когда пастору плохо Я не буду разочароваться в нем Я стану и буду его поддерживать Я приду к нему домой Буду ему уборку делать Помогать Стирать Я не знаю Все сделаю, чтобы поднять его руки Так легко сегодня ходить по служителям Да ты что? Как так? Ты должен, ты обязан, ты должен Как хорошо знают мои правила, братья и сестры Все знают до единого Мои обязанности Господи, помилуй нас Я сейчас не как пастор говорю Я чувствую уже Дух Святой что-то делает на этом месте Однажды Одного миссионера сказали Там есть один церковь Одна церковь есть Умирает Вообще-то умерла уже Вообще-то уже ее нету Члены ходят Диакон там старый уже с бородой Не так, как у наш брата Андроник Он смотрите какой крепкий Без бороды тем более Он так ходит Что-то делает в церкви Несколько бабушек Собираются молиться Тебе надо поехать туда Поднять эту церковь Миссионеры немножко сумасшедшие люди Поэтому с ними это можно Он говорит Я приехал туда Рассказывает Есть такая книга Советую читать Эрлош Теген Пробуждение начинается с меня Не с других, а с меня И он говорит Я приехал туда Ночью молился Сказал Господь Если Ты не дашь Я ничего не смогу Я так же умру Как и они все мертвы И мы будем вместе Петь аллилуйя И до нашей физической смерти И там что будет Непонятно И Бог дает ему мудрость На следующий день Вся церковь собирается И видят Стоит пастор за кафедрой И перед кафедрой Стоит гроб Все идут Ну думают же Новый пастор Надо пойти посмотреть Что будет И вся церковь собирается Вот как классно Это новый пастор Я иногда когда ухожу Я так радуюсь Мне говорят Два-три человека покаялись Я когда здесь Никто не кается Что это такое А парадокс какой-то Вы знаете что Все идут Тишина Пастор стоит Вот так тихо И все думают Что случилось Начинается время Он смотрит На часы Говорит Братья и сестры Давайте мы встанем Перед Богом Потому что Сегодня похороны Мы сегодня будем Хоронить нашу церковь Пожалуйста Подойдите Попрошайтесь с нею И каждый по очереду Идут Представляете Вот так идет Смотрит в гроб И начинает плакать Всем уже становится Интересно Что там Что все плачут Оказывается Бог даровал ему Мудрость Он взял гроб Туда положил Зеркало И каждый Когда приходил Увидел себя там И произошло Такое покаяние Вот посмотрите Все Начинается С покаяния Все Заканчивается С покаяния На покаяние Все Закончается Может быть Эта проповедь Надо было поставить Давайте покаемся Все таки Наконец-то Наконец-то Братья и сестры Давайте покаемся перед Богом, давайте не заниматься самооправданием, давайте не заниматься ничем иным, как только сказать, Боже, помоги мне не разочароваться, прости меня, я хочу больше любить Тебя. Почему? Потому что Слово Божие говорит, любящим Его. Вот это мы забываем это. А где это написано? Кто скажет? Фессильникицам. Первое, Фессильникицам, 5.18. Мы говорим, мне все содействует ко благу. А мне все содействует ко благу. Да подождите, там есть еще... А, это за все благодарите, подожди. 8.28. Я забыл. Римлянам 8.28, да. Притом знаем. Посмотрите, мы все хотим, чтобы содействовало ко благу. Да, аминь. Мне все содействует ко благу. Мне все во благо. Мне Бог обещал все во благо. Да подожди, там есть кое-что, условия. У Бога есть принцип. Кого? Любящим Бога. Призваним по Его изволению. Вот тогда все содействует к Богу. Все содействует ко благу. Посмотрите, тут есть принцип. Посмотрите, тут есть принцип. Кто любит, любящим Бога, и что? Призваним по Его изволению. То есть, тот, который любит и ходит по Его воле. Это не так. А что ты тут делаешь? Да пьют друзьями. А что случилось? Да в любящем Бога все содействует ко благу. А что ты делаешь? А я жду. Все содействует ко благу. Знаете, что, братья и сестры, поймите, в Божьих ли планах вы находитесь или нет. Поймите, то, что вы делаете, угодно Господу или нет. Поймите, спросите, Господи, а вот я сейчас вот так делаю, угодно Тебе или нет? Угодно моей традиции, угодно моей семье, угодно всем, только не Богу. А Бог иногда приходит и все это убирает. Потому что Екклесиаст говорит, всему свое время. Есть время собирать, есть время разбрасывать. И мы должны понять эти времена, понять, чтобы ничего не нарушить в своей жизни. Хорошо. Давайте мы прочитаем еще одно место. Притча 8, 21. Это очень серьезное место. Мы многие хотим что-то иметь, все-таки иметь. Но посмотрите, что говорит в этом стихе. Чтобы доставить любящим меня существенное благо. Послушайте, обратили внимание на это место, нет? Посмотрите, чтобы доставить любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполню. Наполняю. Аминь. Посмотрите, существенное благо. То есть, вникай в себе и в учение. И этим занимайся постоянно. Чтобы успех твой был очевиден. Чтобы ты не ходил разочарованием. Ай, ай, уй, ай. Да что случилось? У кого стонит, у кого вай, у кого вуй? Тот, который долго сидит за вином. А вино плохо. Если это не кровь Христа. Глумливо. Аминь. Поэтому, да, секера буйна. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что нам очень важно иметь перед Богом благодарное сердце. Потому, что иногда Бог дает, а иногда не дает. Иногда говорит нет, иногда говорит да. Иногда ты даже не думал, а Он приходит. Ты не ожидал, а Он приходит. Поэтому, спасибо тебе за все, Господь. Когда мы благодарны, мы никогда не будем разочароваться. Поэтому, интересно такое, чтобы не разочароваться, не надо очароваться. А то мы сразу, вот, мне знаете, что не нравится, когда человек только кается, и он такой активный. Он такой, он просто очень активный. Я думаю, это опасно. Тише едешь, дальше будешь. И вот все такие активные, которые, у нас был такой высокий тот брат один, он, он не приходил месяца два-три, потом придет, все обнимет, всех целует, кричит, эти, чуть фонарики эти не отрывают от харизмы. Потом опять, месяца три-четыре нету. И один раз звонит меня, говорит, я пострадал ради Христа. Я говорю, что случилось? Говорит, да меня выкинули с автобуса. А что случилось? Да я пьяный был, начал говорить о Христе, меня избыли и выкинули. Разочарование. Братья и сестры, очень серьезный момент, я сейчас вам скажу. Моя вера будет делать то, что хочет Бог, а не то, что я. Моя вера будет делать то, что говорит Слово Божие, а не то, что хочет мои желания. Моя вера двигается по Слову Божию, не по моим желаниям. Моя вера укрепляется Словом Божиим, и тогда я не получу разочарования в моей вере. Я буду знать, Бог сказал, что врата тесны, узкий путь, тесны врата, тяжело будет, сложно будет, но из-за того, что я люблю Бога, я буду двигаться, я буду говорить, спасибо тебе, Христос, за все. Есть тут такой человек, который готов за все благодарить Господа, просто за все, абсолютно за все. Это хорошо, потому что иногда потом открываются Божьи планы. Давайте, те, которые хотят за все благодарить Бога, останемся сидя. А те, которые пока не знают, давайте встанем перед Богом. Все благодарят Бога, да? Все благодарят Бога. Хорошо, теперь наоборот. Все те, которые благодарят Бога, давайте встанем. А те, которые не благодарят, оставайтесь сидя. Я еще раз повторяю, за все, за судьбу, за проблемы, за трудности, за болезни. Вау! Слушайте, я в живом церкви нахожусь. Наша церковь живая, аллилуйя! Аллилуйя! Знаете, однажды Джон Джон Весли проповедовал одну проповедь, в котором он говорил, что церковь, не забудьте, вы все грешники, без Иисуса Христа все погибнете. Говорит, весь консилиум встал и ушел. Говорит, пусть уйдут, зато они задумаются над моими словами. Вы знаете, сегодня кто-то собирает, несколько человек, какую-то толпу, мы уже считаем помазанником, мы уже считаем самым таким мощным проповедником, не думая, что церковь это люди, которые прошли кровью Иисуса Христа. Мы, те люди, которые не сами себя оправдали, не сами себе нашли, нас нашел Бог, нас оправдала Его кровь драгоценная, которой мы будем сегодня касаться, которой мы будем пыть, Его тело, Его раны, вот результат, я и ты результат той жертвы, которую Иисус Христос приснес на кресте. Мы часто ожидаем блага, мы часто ожидаем, мы часто капризничаем перед Богом, мы часто говорим, Господь, где, куда ты смотришь, если ты есть? А Бог говорит, смотри на мои раны, смотри на меня. Это было ради тебя. Больше этого я тебе ничего не смогу делать, а дальше ты двигайся, верь, люби и помогай. Я недавно, перед тем, как открылся у нас центр, куда сейчас пойдут люди уже, я когда шел, говорю, Господь, вот у нас возникает такой вопрос, могут нам эту землю оставить, как нам двигаться, что от меня зависит, Господь? скажи мне, пожалуйста, что я должен делать? Он мне, знаете, что сказал? Я так благодарю Господа, что он не молчащий Бог. Он сказал, помоги людям. Я говорю, Господь, как? Он говорит, помоги людям. Я говорю, Господь, я иногда, когда проповедую Евангелие, я боюсь их. Они агрессивнее, они просто по-другому смотрят на меня, они могут просто меня сказать, слушай, вообще могут избить меня, я боюсь их. Как я могу? Господи, даже на мою комплексию, может быть, кто-то и боится от этого, но я такой внутри маленький. Без тебя я не смогу. Как я могу помогать им, Господь? Как я могу это делать? Ты мне говоришь, помоги людям. У меня даже нет этой возможности, чтобы помогать людям. Чем я могу помогать? Говорит, я тебе дам сыну, я буду с тобою. Ты только начни. Ты только начни. Знаете, так хорошо быть зависимым от Него. Так хорошо. Я хочу помолиться, чтобы Дух Святой эту зависимость еще больше укрепил, утвердил. Мне нравится перевод с армянского этот стих, что благословение Божие, оно обогащает и труд человека к этому ничего не прибавляет. Вы понимаете, как? Здесь только одно, да будет воля Твоя. Господь, я получал разочарование очень часто, что мне делать? Прости меня, я хочу отношения с Тобой, прежде всего мое отношение с Тобою, а потом уже все остальное. как сказала сегодня Розанна, ищите Царство Божие, остальное все приложится. Меня звонит один брат из, по-моему, Дальнего Востока какого-то, я не знаю, у них ночь, у нас утро, у них утро, у нас ночь, и он меня часто путает время, и не то время звонит, но слава Господу, все равно у них день, а у нас ночь. Ему это не интересно, ему интересно, что у них день. И знаете что, он получил разочарование, и жена получила разочарование, и он говорит, пастор, я получил разочарование во всем, как мне поступать? Я говорю, ищи Бога. Говорит, Бог мальчит. Я говорю, знаешь, у тебя есть один путь туда, покайся, и поверь, что Бог простил все твои грехи. Я не могу верить, что Он простил все мои грехи, я столько ошибаюсь. Я говорю, понимаешь, Бог простил тебе все твои грехи, обновись покаянием. У крови Иисуса Христа есть сила, есть сила, есть сила прощать все грехи. Я недавно услышал одно свидетельство, это все верующие, да, стоят здесь? Аллилуйя! Так, чтобы вы держите. Один молодой человек подошел к евангелисту и говорит, слушай, пойдем со мной ко мне домой после служения сегодня. Он говорит, хорошо, я пойду с тобой к тебе домой. И потом подходит один человек, говорит, что хотел этот человек от тебя? Евангелист говорит, он хотел, чтобы я шел к нему домой. Он говорит, не ходи к нему домой. Он говорит, уже поздно, я обещал. Говорит, мы пришли к нему домой, он достал револьвер, и сказал, ты видишь этот револьвер? Из этого убито 4 человека. Два из них я убил, два мой друг. Есть прощение для меня в этом. Он говорит, кровь Иисуса Христа имеет силу прощать. Он говорит, ладно, дам второй вопрос. У меня здесь казино, игральный дом. Я обманываю каждый день людей. Семьи разваливаются. Халилюя. Люди проигрывают. Я такой грязный человек. Есть у меня шанс в этом. Он говорит, кровь Иисуса Христа имеет силу прощать всякий грех. Он говорит, ладно, я задам тебе третий вопрос. У меня там кирпичный дом, когда ты проходил, видел? Хороший, богатый дом. А это тоже мой дом. Там живет моя жена. Я каждый день ее избивал. Я каждый день ее что только не делал. Скажи мне, я обижал моей Маргаритке, ей 11 лет. Скажи, есть для прощения, для такого человека? Он говорит, брат, сложную ситуацию ты рассказываешь, но у крови Христа есть сила прощать всякий грех. Он говорит, спасибо тебе. Он четыре вопроса задал, я укорачиваю. Он говорит, спасибо тебе. Я в воскресенье обязательно приду в церковь. И говорит, на следующий день улицу проходил один человек, вот этот человек. Все, одежда на него порвана. Он шатался. Он шел, проходил улицу и шел к себе домой. Но что произошло? Он зашел в свое казино, разбыл все столики, бар, все разбыл, вылил, разбыл все бутылки, все там разрушил. И шел к себе домой. И он пришел, открыл дверь и зашел, поднялся к себе в комнату. Жена сказала, дочка, иди папу позови, пусть со мной с нами кушает. Она пошла, и папа ей сказала, дорогая Маргарита, я кушать не хочу. Она побежала вниз, говорит, мама, мама, он мне назвал дорогой, я дорогая. Что-то с ним случилось. Он другой. Говорит, беги туда, скажи, пусть идет. Я ее ждала, я его ждала. И говорит, она поднимается, говорит, иди, Маргаритка, садись меня на колени. И говорит, прости меня, Маргаритка, доченька моя. Потом жена приходит, и говорит, иди сюда, простите меня. Вчера у меня была встреча с Иисусом. Его кровь может изменить нас. Его кровь может простить все мои грехи. Все мои грехи может простить. Вы приобрели отца, мужа, я теперь новый человек. Иисус изменил мое сердце. Вот что часто не хватает людям, братья и сестры. с какой верой Он сказал эти слова, что они изменили жизнь этого человека. Церковь, люди нас ожидают. Люди ожидают нашей искренности. Но если Бог меня не просил, если Бог меня не оправдал, как я могу это передать? Спасибо Тебя, Христос. Я хочу помолиться. Может быть, на самом деле есть люди, как вот эти два брата, которые шли в Эмаус. Они увидели, что Иисуса убили, все, нету их царя. Шли разочарованно, смотрели друг на друга, и вдруг Иисус пришел и они его не узнали. Аллелуйя. Дух Святой. Братья, пожалуйста, которые помогают в небо преломлении, пройдите. Спасибо Тебе, Христос. Спасибо Тебе за Твою любовь, Боже. Господи, хотим быть в Твоей воле, хотим исполнять волю Твою. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, если кто-то получил разочарование, Господь, в своем хождении перед Тобою, Боже, прикоснись, открой свое прощение, да искреннее покаяние, Господь, сегодня и царь, и священники, Господь. Это мы перед лицом Твоим и Дух Святой, который пророчествует внутри нас, Господь, помоги нам это понять, Дух Святой. Помоги, чтобы вера наша служила Тебе, Богом, во имя Иисуса Христа, двигая нас в любовь. Мы склоняемся перед Тобою, Отец, мы склоняемся перед Тобою, наш Спаситель, мы сегодня будем причащаться, соединиться с Тобою. Помоги нам, Господь, увидеть ценности этого служения, помоги нам понять, Дух Святой, что Ты хочешь лично от меня. Помоги нам, Христос, во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok